сегодня мы с вами приготовим два интересных блюда из цветков кабачка как я обещала в одном из своих последних влогов мне удалось купить цветки кабачка свежие сегодня и первое что мы с вами делаем это удаляем пестик и тычинки у цветков проще всего это сделать сделав небольшой легкий надрез в области лепестка и у основания так мы срезаем пестик и затем просто его вынимаем также некоторые это делать некоторые нет я снимаю вот эти вот листочки также у основания если хотите то можете это и не делать также вы можете если у вас и длинные стебли просто снять с них а пленочку если вы хотите с ними готовить у меня у некоторых есть маленькие стеблю некоторых вообще нет поэтому я их срезаю стебли также если вы не уверены в чистоте органичности цветков и конечно же нужно помыть и обсушить и так два блюда крупные цветки 6 штук у нас с вами пойдут на пельмени и более мелкие цветки 6 штук и я пущу на жарку в кляре начинаем мы с вами с первого блюда пельмени с цветками кабачка которых мне кажется немножко более замороченным и сложным нужен будет также нам с вами кабачок или цукини около 25 грамм вы можете использовать и другие овощи добавить ваш повар по вашему вкусу и выбору в эти пельмени я использую то что у меня сегодня в холодильнике поэтому мелко нарезанный кабачок нарезаю его маленькими кубиками сначала нарезала тонкими дольками затем соломкой а затем на маленькие кубики также сейчас покажу лайфхак из области ноль отходов а можно использовать упаковку от пакета чтобы не портить не пачка доску когда вы работаете с морепродуктами у меня сегодня филе белой рыбы 150 грамм которые я сначала нарезаю на более мелкие более тонкие куски и затем далее измельчаю его ножом а если вы будете использовать креветки для данного блюда то с ними поступаем точно также вообще для этого блюда подойдет любой фарш мясной рыбной курины или креветки как я уже прежде сказала и на приведенные 6 цветков нам нужно будет около 150 грамм теперь начинка для пельменей в моем случае рыбный фарш вашем случае любой фарш 150 грамм и его мы должны были с вами посолить по вкусу у меня это 1 4 чайные ложки соли также нам нужно будет поперчить черный молотый перец по вкусу у меня это одна восьмая от чайной ложки перца я люблю черный молотый перец далее к рыбному фаршу свиному или же креветкам нужно будет добавить немного имбиря свежий сок имбиря 1 половина чайной ложки порошок чуть меньше одна четвертая чтобы избавить от рыбного запаха далее яичный белок от одного яйца мы добавляем я делаю это так вы можете сделать это любым удобным вам образом после этого добавляем также измельченный белый кончик зеленого лука от одного пера измельчаем его ножом и нарезанный прежде кабачок тоже закладываем и затем добавляем крахмал одну столовую ложку любой крахмал у меня сегодня вот кукурузный крахмал и теперь нам нужно будет это все хорошо мешать все мешайте как можно дольше чтобы получить больше мягкости однородность массы теперь а мы раскрываем цветки раскрываем их лепестки и помещаем начинку в цветке на уровень где лепестки начинают разъединяться то есть вот в эту образовавшуюся чашечку если вы держите цветок вот таким вот образом после этого мы закрываем сводим все лепестки вместе и просто их вот так вот вот таким вот образом закручиваем иногда многие отваривают лук или же корейскую такую траву которая называется минари и ей обвязывают вот эти вот пельмени я просто вот так вот закручиваю поэтому и начинки много не кладу если вы их обвязываете то можно и побольше начинки затолкать но так проще всего поэтому заворачиваем таким вот образом пельмешки но и все наши пельмешки готовы теперь мы нагреваем воду доводим ее до кипения и устанавливаем стиммер пропаривателя какой у нас есть моем случае это железная установка можно бамбуковый стиммер и поскольку стиммер у меня не бамбуковый он бы впитывал хорошо бы лишнюю влагу я закладываю кусок чистой натуральные ткани во внутрь чтобы она выполняла эту функцию во время пропаривания желательно чтобы пельмешки друг друга не касались теперь ткань вот таким вот образом все вовнутрь заворачивая накрываем это крышкой и отправляем на огонь пропаривать долго не нужно всего лишь 15 минут на среднем огне но имеется ввиду с того момента как закипела вода 15 минут когда все это пропарится будьте аккуратны все горячий пар горячий крышка горячая ткань тоже будет горячая открывайте все аккуратно и пельмешки они в принципе плотные хорошо все держит форму но чтобы их не повредить все-таки это нежная такая субстанция цветок аккуратно все это вынимаем и сервируем на тарелку по вашему вкусу выбору фантазии не забываем конечно же дип соус самый легкий это смешать соевый соус и уксус можно добавить немного кунжутного масла видео по дип соус у меня было недавно вот здесь линк вверху где это как можно посмотреть поливаем эти пельмешки сверху соусом или окунаем их в соус и так собственно говоря их сидим такие вот пельмени или просто можно сказать фаршированные цветки кабачка следующий сегодняшний рецепт это жареные цветки кабачка в кляре 6 цветков кабачка цукини или кстати тыквы тоже можно и для предыдущего для этого рецепта 6 штук мы немного с вами солим цветки сверху буквально щепотка соли откладываем их пока что в сторону и займемся теперь кляром берем какую-нибудь удобную емкость глубокую для перемешивания туда закладываем муку любую у меня пшеничная мука 4 столовые ложки и крахмал любой у меня кукурузный 2 столовые ложки теперь нам нужно будет добавить немного соли посолить по вкусу у меня в данном случае это 1 4 чайной ложки и вымешиваем соль и одновременно с этим перемешиваем крахмал и муку между собой так просто удобней и после этого добавляем холодную воду лучше из холодильника обычную или же минеральную газированную где-то около 7 столовых ложек добавляйте воду постепенно и вмешивайте чтобы достичь нужной вам консистенции сколько воды уйдет в каждом случае всегда ходит по разному но в общем у нас должен с вами получиться вот такой жидкий кляр похожий на блинное тесто и туда мы с вами добавляем измельченный красный перец чили одна штука и измельченный зеленый лук 1 перо на ножом измельчила если не хотите то можно это и пропустить добавив вмешиваем это в кляр так все приготовления подготовления у нас закончены мы нагреваем сковороду с растительным маслом где-то 5-7 столовых ложек то есть много до 180 градусов мы нагреваем как проверить капнуть кляром если он сразу поднялся зашипел то все нагрелось и мы окунаем далее цветки в кляр покрываем их полностью кляром и после этого помещаем на в нагретое масло будьте аккуратны потому что масло может брызгаться особенно когда у вас будет заклята закладывать цветки мы жарим на сильно среднем огне с обеих сторон до золотисто коричневого цвета нам важно поддерживать высокую температуру чтобы цветки не впитали в себя масло но хорошо пропеклись внутри а сверху покрылись корочкой хрустящий излишки масла мы удаляем бумажным полотенцем просто промакивая уже пожарные цветки сервируем по вашему выбору и фантазии и подаем это тоже с каким-нибудь тип соусом недавно видеть видео по тип соусом и самый простой я уже сказала в предыдущем рецепте как можно сделать окунаем тип соус и наслаждаемся необыкновенно в круг хрустом вкусом и ароматом этого блюда надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь оставляйте ваши комментарии здесь еще раз приведены ингредиенты и способ приготовления для обоих рецептов приятного вам аппетита а